Давайте будем продолжать тему здоровья. И у нас на прямой связи со студией врач-педиатр Альбина Терещенко. Альбина, доброе утро! Здравствуйте, Альбин. Доброе утро. Давно, давно вас не видели. Как у вас дела? Как здоровье? Как семья? Все хорошо, слава богу, все здоровы. Все здоровы, да? Хорошо, у вас шарф, да? Вы мерзнете дома? Для красоты? Нет, это для красоты, да. Я представляю, я по дому в шарфе ходил. Альбин, мы сегодня хотели поговорить с вами о детях. Конечно. И о том, как их правильно одевать. Вот, как вы относитесь к выражению «держи голову в холоде, ноги в тепле». Это вот правильно? Это вот нужная нам аксиома? Очень мудрое высказывание на самом деле. Но, опять же, повторюсь, это не значит, что нужно зимой ходить без шарфа, действительно. Но, действительно, могут луковицы пострадать и волосы повылетать. Для детей, действительно, так же, как и для взрослых, это высказывание верно. Но, что касается ног, они в первую очередь, переохлаждаясь, охлаждается весь организм. И это может привести к снижению иммунитета и к заболеванию. А что касается головы, в данном случае имеется в виду, что при температуре порядка выше 22-24 градусов мозговая активность снижается. И, скажем так, мыслительные процессы замедляются. Скорее всего, это имел в виду Суворов, когда говорил об этом своим слуга. Слушайте, а как проверить, что ноги у ребенка замерзли, например, на улице? Он же так это может и не признаться, ему же хочется подольше погулять. Я вот знаю народный способ такой, что потрогай нос, если холодный нос, значит холодные ноги. Или это ерунда? Есть здесь взаимосвязь, потому что если нос уже холодный, ручки холодные, даже в рукавичках, это говорит об обшем охлаждении, что ребенок замерзли, нужно идти домой. Конечно, нужно соответствующее одеваться, и обувь должна быть тесной, по погоде, не по сезону, а по погоде нужно одевать ребенка. Вот вы хорошо стали соответствующая одеваться. А теперь, внимание, вопрос. Как ребенка одеть так, чтобы действительно по погоде, это же так сложно угадать, или с собой нужно гардероб носить, вот как, может быть, мама с собой носит? Как это сделать, чтобы ему не жарко было и не холодно? На самом деле, все очень просто. Вы одеваетесь так, как комфортно вам, ребенку плюс один дополнительный слой одежды. Если ребенок активный, бегает, прыгает, то это должна быть, вот что-то бумажное, допустим, футболка, да, и может какие-нибудь тонкие, тонкое белье под низ. Если же ребенок сидит в песочнице, малоактивно, ну вот строит там куличики, там лепит снеговиков, тогда первое белье должно быть потолще, поплотнее, с мембраной, возможно, да, сейчас очень много разного белья. И уличные одежды соответствующие. Основной принцип на один слой больше, чем взрослого. И нужно еще помнить один важный момент, детям всегда теплее, в большинстве случаев, чем взрослым, которые сидят на лавочке и ждут своих малышей, потому что у детей теплообмен выше, и им гораздо жарче, чем нам. А если ему стало жарко, а меня все, ну, вижу, когда они снимают, вот страх в чем, что это может застудиться же, если ему, говорит, жарко, мне жарко. А мама всегда не верит, он говорит, мне жарко, она говорит, ну, ну, знай, ничего тебе не жарко, сейчас заболеешь. Вот тебе вторые варежки еще. Слушайте, а вот это еще вот классика жанра, когда на ребенка нацепили шарф, особенно вот раньше было, мне всегда так делали. То есть ты выходишь на холод, мама говорит, ой, 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 не застудись, ну-ка нос, рот закрой. Закрываем шарфом и считаем, что так ребенок точно не простынет, горлышко, все хорошо будет. Если моложе закаленный, то неважно на улице 20 или больше градусов, не обязательно закрывать носик и рот. Но бывают дети, допустим, с нарушенным носовым дыханием, обязательно лучше прикрыть. И на сильный холод, ну, предположим, нужно добраться с одного места на другое, понятно, что в морозы сильно с ребятишками не гуляют. Лучше действительно прикрыть нос, потому что он работает с огреванием воздуха, выработке слизи, которая препятствует проникновению болезненфоров и бактерий. И если нос замерзает, то выработка этой самой слизи нарушается, и с огреванием воздуха, соответственно, тоже нарушается. Здесь есть восстановление зерно, но без фанатизма, как и во всем. А вот они погуляли, пришли домой дети, и тут мама говорит, ой, горяченького, супчика горяченького надо обязательно, чтобы согреться организму. Раз в сутки горяченький супчик обязательно. Не будешь, Валера, супчик кушать, вот тогда животик заболит, говорят обычно мамы. Так ли это? Горячий суп, неважно, мясной, овощной, это хорошее достаточно блюдо, сытное, надолго сохраняет, скажем так, чувство сытости, отсутствие голода. Но не факт, что обязательно в каждой семье он должен присутствовать. Если в семье в принципе не заведено кормить супами, а сейчас много таких семей, но питание сбалансированное, по белкам, жирам, углеводам, достаточно клетчатки, достаточно жидкости, чистой сырой воды употребляет ребенок, то можно, если честно, пойти сюда. Хорошо. Огромное спасибо, да, но, знаете, еще такой момент, а мороженое вот на морозе, это нормально есть? Ну, зимой. Конечно, нормально, каждый день ем. На самом деле, все зависит от организма человека, еще раз повторюсь. Все, спасибо, я ради этого и хотел с вами пообщаться. Если на улице не минус 40, если ему тепло, и он одет по погоде, то мороженое не повредит, при том, что он будет есть его там не сразу проглотит все, а маленькими порциями. Вот это круто! Огромное спасибо вам на связи Альбина Терещенко, врач-педиатр. Ну и последний вопросик, вы-то мерзнете, да или нет? Сейчас нет. А вчера? Когда одеваюсь соответствующий, по мне тепло и помпорт. Все понятно, все это самое главное, мы вас благодарим. Сейчас тысячи мам говорят, ну ладно, все, сегодня вечером куплю ему мороженое, пусть ест на улице, наконец-то. Дождемся зимы настоящей в минус 40, и ест мороженое. Сколько детей мы осчастливили, Валера? Да, спасибо большое, да. Смотрите нашу программу, ведь у нас много полезной информации, также и гороскоп вот сейчас будет. Смотрим.